Девушки отдыхают Так скажем, наших героев Я очень вас прошу поддержать Прекрасного блогера и хорошего человека Правдивую Ольгу И подписаться на ее второй канал Который называется Правдивая Ольга Звезданутые блогеры На Ольгу набросали страйки Я считаю, что они необоснованы Но в любом случае Ссылку на ее второй канал Я закреплю в комментариях Еще раз канал называется Правдивая Ольга Звезданутые блогеры Ссылка будет в комментариях У меня закреплена Ну что ж, друзья мои А мы с вами переходим, как говорится К нашим героям Вы знаете, вот Женя Б. устроил Самый настоящий банный стрим Я, кстати, последнее время Редко заходила к Жене на канал Но вот последние три стрима Я по наводке своих любимых зрителей Все же смотрела И делала на них обзоры Если что, они у меня есть На этот стрим, где Женя Банил всех подряд Я пришла уже, так скажем, к концу Ну и по настроению в чате Поняла, что Петрович, как говорится, жжет Но знаете, ребят Для меня это нисколько неудивительно Меня заблочил Женя еще в самом рассвете Так скажем, его карьеры на Ютубе Как только он открыл свой канал на Ютубе Потом он, правда, заходил на мой канал И писал Галина, вы разблочены Можете заходить и писать, да? Но, знаете, все, кто меня знает Прекрасно понимает Что у меня есть принципы Если меня раз вытурили Забанили То стучаться потом в закрытые двери Я никогда, конечно же, не буду У меня есть все-таки чувство Собственного достоинства И даже несмотря на то Что меня пригласили и разблокировали Позвали, так скажем, обратно Я никогда переступать через себя не буду Поэтому только смотрю Но писать уже ничего не пишу Если человек так поступает Значит, он, ну, мое мнение Не уважает других людей, да? Если вот, если люди не пишут тебе никаких гадостей При всем при этом И если Женя бы думает Что он, вы знаете, кукловод И будет словно карабас-барабас Решать, кому и что делать Захотел в бан кинул, да? Захотел оттуда вытащил И, мол, заходите, да? То он ошибается Люди, не все люди, вернее Готовы быть куклами Знаете, вот лично для меня Вообще, в принципе, его стримы Многие были шоком Когда он мог себе позволить Вот настолько неуважительно сказать В отношении зрителей на стриме Мол, у меня сегодня плохое настроение, да? Мне плохо И все, кто будут веселиться на стриме Отправятся в бан, да? Вот именно такие вещи говорил Женя бы мог себе позволить Вот скажите, разве в здравом уме Такое можно произнести? Во-первых, получается, таким разговорами, да? Человек всячески высказывает свое неуважение Ну, а во-вторых, как я всегда говорю Если у тебя хреновое настроение, да? То не порть его людям Нечего портить Нечего, вернее, самому выходить и стримить Мое мнение, что Женя бы сейчас Сам себя закапывает по самой неболой Так скажем, рубит сук На котором он благополучно пока еще держится Так как на протяжении длительного времени Чем больше Лелька его унижала Оскорбляла и поливала грязью Тем больше люди жалели Женю Проникались к нему Жалели его детей, да? Проникались к его жизненной ситуации Забыв о том, что он Как он отзывался о хейтерах, да? Как он тоже просил деньги В том числе и на дом И работать он, в принципе, не хотел Ну, вот, знаете, Женя, по мне, да? Это не тот человек, за которого стоит топить Так как за Женю это делать бесполезно Он никогда ничего не оценит Как я уже говорила Ему подходит пословица Вот сколько волка не корми Он все в лес смотрит Так и с Женей Сколько его не жалей Сколько его не поддерживает Стоит Лельке только щелкнуть пальцем, да? Пальчиком его поманить И он будет опять у ее ног, да? Будет точно так же вместе с ней Оскорблять хейтеров Тех людей, которые для нее хейтеры А его когда-то поддерживали, да? В общем, знаете, Лелька вот только-только сейчас Свой рот закрыла относительно Жени Как Женя тут же, вспомните, на своем канале Стала раздавать указания Тем, кто терпеть не может Лельку Что, мол, так и так Надо извиниться перед ней Не надо оскорблять Лелю Может быть, она хочет быть святой Ну и так далее Вот, знаете, вот и, в принципе, вся Женина благодарность Тем людям, которые его поддерживали Да, ну а на последнем стриме Он стал, как всегда, банить, так скажем, неугодных людей Выставляя себя эдаким вершителем судеб Далее Женя сказал, что ему не нравится Когда на других каналах оскорбляют его и его семью То есть Женя, видимо, считает чего-то Решил, что обзорщикам нравится Когда их называют говноканалами Когда хейтеров называют говном, да Когда просто на нас кричат, оскорбляют Говорят, что мы больные на голову люди, да Что дети из обычных семей Где есть один или двое детей Вырастают обязательно моральными уродами Этот список можно перечислять То есть чего-то, знаете, они с поберухой решили Что только они могут себе позволить Ставить штампы, диагнозы И оскорблять людей Ну, ничего, в принципе, думаю я Несахарные Раз выставили себя на ютубе Значит, ну, в принципе, и послушайте То, что о вас люди думают И ведь, как известно, дыма без огня не бывает Ведь не просто так люди не любят И неуважительно относятся к Лёле Есть за что Женя сам это прекрасно понимает И Женя, мало того, сам об этом не раз говорил Просто сейчас власть поменялась Белые и красные, да, и так далее Поэтому Жене выгодно сейчас этого не видеть Лёля теперь для него святая Далее, друзья мои, вообще прикол Начал высказывать обзорщикам За то, что они показывают порой, мол, Лёлину попу, да То есть, знаете, Женя считает Что Лёльке можно на публичной площадке Показывать свои части тела Свой зад, свой живот и так далее И все остальное, да А вот комментировать почему-то Это нельзя Показывать другим это почему-то тоже нельзя Как интересно Опять вовсю двойные стандарты Я вот думаю, интересно, как Женя прокомментирует Лёлины ролики из сауны с Сергеем Петровичем И ее видео из ванной Вот с этой вот, с растекшейся тушью Хотя, конечно, я прекрасно понимаю Никак он это не озвучит Так как сейчас, да, он будет осуждать всех Кроме своей жены Ребят, вы знаете, меня повеселил еще один момент Когда Женя начал рассказывать о женщинах, которые красятся слишком сильно Нет, говорит, такие женщины мне не по вкусу И это, простите, говорит мужчина, чья жена И в браке вместе с ним Кстати, да, и вне брака сейчас уже Она засовывала свои телеса, свои части тела в экран Снимала видео из сауны Причем с посторонним мужиком, будучи замужем, да Многие девушки, которые, между прочим, прекрасно выглядят И следят за собой И красятся, но никогда в жизни Не станут снимать себя в сауне с чужим дядькой Будучи в браке, они даже не пойдут в эту сауну с чужим дядькой Правильно? Будучи замужем В общем, как-то так Ну, Женек, наверное, знаете Он считает, что пострашнее будет ярко накрашенная женщина Нежели женщина замужняя, которая ходит с чужим мужчиной по саунам, да Но опять же, вы знаете Это все, конечно же, от отсутствия воспитания И, так скажем, моральных ценностей Ну, не вложила Лелькина мать в нее данные вещи Раз Леле за такие вещи не стыдно Не стыдно демонстрировать себя в таком виде И при всем при этом говорит Леля о том, что Вот, мол, я боюсь умереть непокаянной Вот Весь стрим, вы знаете, Женя выступал проповедником Рассказывал, как надо жить Говорил, я не святой Но при всем при этом читал проповеди и нравоучения Вы знаете, я подумала Лучше бы они с Лелей к себе Вот эти вот все божьи законы Применили, да Причем смешно то, что Женя действительно учит людей жизни У него, простите, три брака за плечами Ни с одной женой он не смог ужиться Причем, заметьте, три венчанных брака А это не просто так, да Сам не работает, а работу свою оставил Сидит себе спокойно Ходит в церковь Ну, там вроде как он сейчас там подрабатывает Да, по крайней мере он так говорит Но, понятное дело, там он зарабатывает копейки Да, вяжет себе спокойненько шапочки В свое удовольствие Вместо того, чтобы содержать своих десять родных детей Да, которые нуждаются в его, так скажем, материальной поддержке Это человек, который в свои почти сорок Ну, не состоялся толком нигде Он сидит, поучает других людей жизни Могу дать совет Не снимайте свои трошаки Не трясите своими грязными трусами на ютубе Тогда о вас не будут и говорить Тогда о вас забудут, да И уйдут И вы будете никому не интересны Тут уже, в принципе, вам выбирать, что вам делать Но уж, коль вы снимаете все это дело Уж, коль вы устраиваете вот эти вот трошаки То в таком случае люди могут все это дело Спокойно обсуждать и комментировать Причем, знаете, вот мне так, знаете, ребят Вот честно, меня настолько бесит Вот это вот просто лицемерие полнейшее, да Когда человек говорит Да, вы представляете Они сидят и обсуждают Сидят и обсуждают Как так можно, да Как можно вообще кого-то обсуждать Я бы не стала так делать, да А мой муж не стал бы кататься пьяным за рулем Никогда себе не может такого позволить Точно так же и я не могу себе позволить Пьяный за рулем – это убийца А Женя может Точно так же никто никогда из многих людей Не стал бы попрошайничать на Ютубе у пенсионеров Вымаливать и выклянчивать у них деньги А Лёлька стала Вот и все О чем они здесь говорят Чему они нас пытаются научить Когда сами по уши Вот в том самом, как говорится, друзья мои И вот такой у меня получился обзор На канал Деревенский Дневник Очень многодетный Ну что ж, всех целую, обнимаю Всем желаю прекрасного дня Хорошего вечера Берегите себя, своих родных и близких Здоровья, здоровья, еще раз здоровья Ну и конечно же всем тем, кто подписывается на канал Всем, кто ставит лайки Всем, кто пишет хорошие, адекватные комментарии Всем огромное спасибо Всех целую, всем пока Субтитры сделал DimaTorzok